Спрос на мужские специальности и новые IT-направления. Что интересует современных абитуриентов? Яровой, Зминогорск, Белокурихо, Краснощоково. Туристы едут на Алтай. Но сколько стоит съемное жилье и есть ли альтернатива? Дорожки, лестницы, смотровые площадки. Вход в Денисовую пещеру благоустроят. 61 выпускник в Алтайском крае набрал 100 баллов по результатам ЕГЭ. Всего же 100 баллов работ в этом году 66. Больше половины из них – 38 работ по русскому языку, 9 по литературе, 6 по истории, 5 по химии. Так называемых мультибальников, экзаменуемых, которые добились максимального результата сразу по нескольким предметам, в этом году 5 человек. Основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Итоги подведут к середине месяца. Следующая попытка пересдач будет только в сентябре. В регионе в самом разгаре приемная кампания в университеты и вузы. Для поступающих по результатам ЕГЭ продлится она до конца июля. По итогам этого учебного года 11 класс закончили 10 тысяч школьников. Готовы ли вузы встретить такой поток абитуриентов? Сколько для них подготовлено бюджетных мест? Высок ли проходной порог? И какие современные направления для обучения там предлагают? Наша съемочная группа посетила ведущие университеты Барнаула в поисках ответа. Рекордное количество бюджетных мест в этом году предлагает классический вуз Алтайского края. Порядка трех тысяч для всех ступеней образования. Более 500 из них на современные IT-направления. Они же популярны у абитуриентов. Многие цифровые направления АГО разрабатывает под запрос современного рынка и в рамках программы «Приоритет». Я бы абитуриентам советовала ориентироваться на проходные баллы прошлого года. Они у нас размещены на сайте, можно спокойно с ними ознакомиться. И, конечно, плюс-минус, да, вот где-то свои шансы посмотреть. В Алтайском техническом университете помимо аналогичного спроса на IT-специальности отмечают бумно-инженерные направления. Вуз подготовил около двух тысяч бюджетных мест по всем уровням образования. В этом году отмечается интересная тенденция, то, что очень много заявлений именно на технические направления, такие мужские, да, направления традиционно для технического университета – это машиностроение. Все, что связано с литейными производствами, с машинными аппаратами пищевых производств, то есть действительно такие суровые инженерные специальности. Спрос на таких специалистов есть и со стороны работодателей, отмечают в учебном заведении. АлтГТУ сотрудничает с предприятиями и заводами края. Они помогают составлять образовательные программы и после выпуска забирают молодых специалистов к себе. В педуниверситете тоже ориентируются на современные запросы, поэтому там готовы обучать педагогов смежных специальностей. Сейчас мы знаем, что в школах Алтайского края вообще в школах не хватает математика, физиков. Соответственно, у нас открывается математика и физика, как двухпрофильный бакалавриат. То есть это будут учители физики и математики. Сейчас в школах активно используются доп. образование и программы по искусственному интеллекту. У нас открывается информатика и доп. образование искусственный интеллект. В педуниверситете в этом году предоставят полторы тысячи бюджетных мест. В традиционном спросе – факультеты физкультуры, психологии, лингвистики, филологии. Но волнуются ли сами абитуриенты? Если посвятить год подготовке к ЕГЭ, то достаточно просто. Достаточно брать на 190 баллов, то уже поступишь. А если ничего не делать, то сложно, конечно. Но в любом случае есть колледжи и другие альтернативы. Поэтому получение образования – это на самом деле простая задача. Главное – не нервничать. Вы не нервничаете? Нервничаю. Пока подал только в Алтайский институт культуры. Ну, собираюсь там что-то в Москву подать. Ну, надежды мало, но попытка будет. Ну и что-нибудь еще выберу. Наверное, будет ПЕД. Средняя стоимость обучения очной формы бакалавриата в алтайских вузах составляет 80 тысяч рублей. А самая высокая – 208 тысяч. Подавать документы можно максимум в 5 вузов и по 5 направлений в каждом. Сейчас эту процедуру можно пройти через госуслуги. Но в приемных комиссиях подчеркнули, что лучше это делать офлайн, чтобы оценить потенциальное место учебы. Мария Мацай, Владислав Ковалев. День с толком. Пять молодых специалистов в прошлом году устроились в Косихинскую ЦРБ. До конца 23-го здесь ждут еще троих. Благодаря чему в алтайские больницы все чаще приходит молодежь. И кто помогает им адаптироваться к работе и стать квалифицированными специалистами в не самых простых условиях, расскажем в сюжете. Посидели, встали, походили, понаклонялись, шею покрутили. И не забываем пить таблетки. Обязательно. Обычный прием в Косихинской ЦРБ. Программист Оксана Седых обратилась за помощью. Беспокоит повышенное давление. На приеме недавно окончившая Барнаульский педколледж медсестра Наталья Желкина. Постигает азы сестринского дела в ЦРБ уже 7 месяцев. Училась по целевому, после вернулась в родную Косиху. Сейчас работает под руководством наставника Марины Новиковой. Участковой медсестры, чей стаж насчитывает 13 лет. Это вот как вторая мама. С любым вопросом я к ней, к ней, к ней, к ней. Независимо, чего это касается. Личные какие-то у нас есть. Могу подойти и спросить. По работе никогда не откажет. И к маломобильным она со мной выезжала первое время. Всегда она со мной учила меня ЭКГ правильно записывать. Она всему меня научила. 23-й год в России объявлен годом педагога и наставника. Ежегодно в медучреждения края приходят по 800 молодых сотрудников. И практически за каждым закреплен наставник. Марина Новикова своей подопечной тоже довольна. Рассказывает, что Наталья быстро все схватывает. И за 7 месяцев многому научилась. Прежде всего общению с пациентами. Ведь каждому нужен свой подход. Все чем можем, тем поможем. Но через 3 года я уверена, что она сама со всем справится. Я сейчас ухожу в отпуск и оставляю свой кабинет и свой участок. И ей полностью доверяю. За 7 месяцев она уже готова специалист. В последнее время достаточно часто пришлось обращаться к врачам. Как к возрастным, так и к молодым. Поэтому и там, и там, в принципе, и отношения, и то, что тебя выслушают, и то, что тебе все назначения дадут и отправят по дальнейшим специалистам, в принципе, присутствует. Руководство Косихинской ЦРБ уверено, связка молодой специалист-наставник работает. И это ключ к решению кадрового вопроса. Кстати, сейчас штат Косихинской ЦРБ укомплектован врачами на 88%, средним медперсоналом на 86%. А наставники каждый месяц получают 1000 рублей. Доплату за своих подопечных. Сумма, конечно, небольшая, но, по словам Марины Новиковой, дело даже не в деньгах. Ведь и наставники у своих опекаемых чему-то учатся. А Наталья и вовсе за 7 месяцев плотного общения стала ей не просто коллегой, но и хорошим другом. Татьяна Голубева, день с толком. Кстати, жители Косихинского района теперь могут не ездить в краевую столицу для важных обследований. Ряд исследований теперь доступен в местной ЦРБ. Недавно там появилось оборудование для обследования желудочно-кишечного тракта. Новая техника позволит проводить серьезный анализ состояния здоровья прямо на месте и принимать больше пациентов. Оборудование должно заработать в августе. Сейчас под него готовят кабинет. Также в ЦРБ появились новый аппарат ИВЛ и портативный аппарат для УЗИ. Он удобен в том плане, что внутри стационара мы можем перемещаться из корпуса в корпус и проводить УЗИ пациентам на месте, тяжелобольным. Нам не надо уже их транспортировать куда-либо. За последние 4 года в Косихинскую больницу поступило оборудование на общую сумму 17 миллионов рублей. За медучреждением закреплено 16 тысяч человек, 3 тысячи из них – дети. Скоро посещать Денисову пещеру, одну из главных алтайских достопримечательностей, будет намного комфортнее. По поручению главы региона Виктора Томенко, из краевого бюджета выделили более 7 миллионов рублей на работы по благоустройству местности. Проект работ уже готов. Так, на подъеме к пещере организуют сеть дорожек. На входе установят новую прочную лестницу. Появятся смотровые площадки и экскурсионный павильон для туристов. Завершить работы планируют к сентябрю. Добавим, Денисова пещера – самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Ученые обнаружили в ней множество археологических материалов возрастом более 300 тысяч лет. Мировую же известность пещера получила после обнаружения там останков ранее неизвестного типа человека, который получил название «Денисовец». В Алтайском крае начался высокий сезон туризма. Главная летняя достопримечательность региона – озеро Яровое – уже принимает гостей со всей России. Однако цены на местные Ибицы стабильно растут не только на услуги, но и на съемное жилье. Что влияет на стоимость аренды квартир и домов в разных туристических районах края, выяснял Данил Кузнецов. Высокий сезон означает высокие цены на отдых. Притом речь не только о горящих путевках в Египет или Турцию. Например, снять жилье на Алтайской Ибице у озера Ярового обойдется в среднем от 3 тысяч рублей за квартиру и от 4 за сутки в среднем домике, что сопоставимо со стоимостью в Сочи или Гленджике. Цена образования зависит от близости к водоему и не только. Есть и еще одна причина таких высоких цен. В Яровом нет отелей или хостелов. Рынок способен предложить туристам лишь съемные квартиры и дома, а их стоимость диктуют сами арендодатели. И такая картина в большинстве привлекательных для отдыха районах Алтайского края. Люди приезжают, но количество отелей там крайне ограничено. Поэтому, естественно, растет рынок съемного жилья. Ну вот то же самое вы привели пример. Это Зминогорский район, это вот район озера Белого и так далее. Поэтому, например, в Белокурихе, где основной упор идет на отели и курорты, отдыхать в съемном жилье дешевле на 20%. Но меньше чем за 2,5 тысячи нормальную квартиру снять не выйдет. Есть в Алтайском крае и места, где можно отдохнуть куда дешевле. И ничуть не хуже. Пример тому Краснощоковский район. Дом типа бунгало, да, там 4 кровати стоит, столик, ну и ромбочка, грубо говоря, и все. То есть там просто, ну и там свет, естественно, электричество есть. Там есть электричество, стильное белье, 4 кровати. За это получается, за это домик четырехместный, ну и это будет 2 тысячи рублей. Порой цена за сутки и того меньше тысячи с человека. Стоимость небольшая, так как выбирать не приходится. Сюда доезжает редкий турист. Причина неудобная для гостей инфраструктура и в особенности дороги. Поэтому, если хотите бюджетно попутешествовать по Алтайскому краю, арендуя жилье, то выбирайте места с умеренным турпотоком и выбором гостиниц. Данил Кузнецов, день с толком. А в Барнауле наконец-то открыли для посещения городской пляж на острове Помаскин. В пресс-службе мэрии сообщили, что вода в Аби после паводка наконец опустилась до нормальной отметки. Специалисты уже провели дополнительное обследование акватории дна. Представители Роспотребнадзора проверили воду в реке, в районе пляжа и песок на территории. Завершены также все остальные подготовительные работы. Готов спасательный пост, оформлены подъездные пути и парковки. Не пройти, не проехать. В одном из барнаульских дворов люди недовольны узким тротуаром. Мои коллеги разбирались в проблеме. На метр они ушли туда, чтобы расширить дорогу сюда. Тротуар сузили на целый метр, возмущаются люди. Двор дома по улице Восточная 131 в этом году преображают по программе комфортной городской среды. План благоустройства оформили в проект, который предполагал создание комфортного тротуара. Но от плана отступили негодуют жильцы. Дорогу расширили в настоящий момент 4,5 метра. Дети будут выбегать на эту дорогу. У нас была дорога 3 метра. Категорически против такого расширения. А почему они так сделали? Они как-то аргументировали? Аргументируют тем, что возвысив тротуар, вот здесь над дорогой, вода не будет бежать. Но вопреки ихним утверждениям, вода стоит у нас возле подъезда, затекает в подвал. Мало того, что пешеходы теперь перемещаются по козьей тропке, так еще и новенький тротуар не справляется со стихией. По словам жителей, он слишком высокий. Теперь у нас получилась здесь гора, здесь вот такая выемка, прошел небольшой дождь, и у нас вся вода встала возле подъезда. Вот отсюда она как потекла, вот по сих пор, вот так все стояло. Здесь холм был вообще высокий, выше даже этого, а его когда смыло водой, все потекло. А чтобы дождевая вода не затекала в подъезд, жителям возвысили порог. Они выехали, когда нас нет дома, никого нет, они нам отрезали дверь, наварили порог, который вместо 4 сантиметров сейчас у нас 7 или 8 составляет. Люди идут и спотыкаются, все жалуются. Коммунальные эксперты советуют жильцам обратиться в администрацию района и указать на все недочеты. Может быть на уровне претензий подрядчик учтет пожелания жителей, обратит внимание на те отклонения, которые от проекта случились, если такие имели место быть. Ну, либо разъяснит, почему он так или иначе поступил, может быть там технически было и невозможно сделать иначе. И вот, ну, может быть этому есть какое-то логическое объяснение. По словам представителей городской администрации, сместить тротуар и проезжую часть в глубину двора невозможно. Там находится опора сети газопровода. Комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула совместно с администрацией железнодорожного района проведена выездная встреча с жителями дома номер 131 по улице Восточная, в ходе которой принято решение внесения изменений в проект благоустройства дворовой территории в части переноса тротуара с проезжей части на газон. Поэтому двор остался без клумб, цветов и просторного тротуара, чем недовольны некоторые жильцы. Они обратились в СМИ и надзорные органы. Мы продолжим следить за этой историей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. Подходит к концу чемпионат края по футболу под эгидой Краевой ассоциации мини-футбола. В нем принимают участие и наши коллеги. Команда журналисты Алтая сейчас готовится к финальному рывку. Чем завершился предпоследний матч, расскажем далее. Ничья, поражение и две победы подряд. С присущим творческим людям непостоянством команда журналисты Алтая проходит очередной сезон чемпионата края под эгидой Краевой ассоциации мини-футбола. И в этот раз журналисты открыли счет и отдали преимущество соперникам. Мы выиграли. Сейчас открыть таблицу, посмотреть. Если бы только игра состоялась от первого тайма, то мы бы, наверное, были чемпионами. На пять пропущенных мяча журналисты ответили лишь одним. Итог 4-7 не в нашу пользу. Но даже соперники признались, бой был достойный. Несмотря на серию поражений, уровень игры оценили и болельщики. Болельщик простит все. Плохой игры не простит. А плохих игр не было. Пусть это и поражения, но это были боевые поражения, так скажем. Команда до последней секунды борется. И даже сегодня, на последней минуте, наверное, гол был последний. Ну, приблизительно, да. То есть до конца, до последней секунды. Футбол – дело тонкое. Зимой журналисты боролись за медали. Сейчас ищут свою игру и намерены остаться в третьей лиге чемпионата. Следующий матч пройдет 13 июля против «Востока-2». Юлия Щепина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон ошей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok